Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О благоустройстве Анапы и подготовке города к предстоящим новогодним праздникам говорили на общегородском планерном совещании. Осень – время хамсы. Но если торгуют всенародно любимой рыбой незаконно, стоит задуматься о ее качестве. Мамы разные нужны, мамы разные важны. 30 ноября в России отмечают День матери. А сейчас обо всем подробнее. Планы на рабочую неделю обсудили на общегородском планерном совещании. Благоустройство и добросовестное исполнение служебных обязанностей снова в центре внимания. О чем еще говорили на планерке, расскажем прямо сейчас. Заместитель главы города Олег Костенко сообщил о кадровых изменениях в администрации. На должность заместителя главы Анапы принят Владимир Забураев. С 1990 года он занимал руководящие должности. Более 15 лет провел на руководящих должностях муниципальной службы. В администрации Анапы Владимир Забураев будет курировать вопросы транспорта, связи гражданской обороны и жилищно-коммунального хозяйства. Еще одно назначение на должность главы администрации Субсехского сельского округа назначен Иван Проченко. Ранее он трудился главным специалистом Управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города-курорта Анапа. О планах работы на неделю доложила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. Курортный сезон сменил сезон. Строительная служба муниципального контроля постоянно следит за строительными площадками, безопасностью и санитарным состоянием. Обсудили подготовку города к Новому году, и на этой неделе запланировано открытие нового помещения для МФЦ. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко обратила внимание на благоустройство и санитарный порядок в сфере придорожной торговли и потребительского рынка. Давайте превентивные меры примем, подготовим распоряжение и закрепим конкретно. Ни один участок, вот в Гостовляевской, я вам скажу, убрали эту телевую, я не знаю, после нашего раздовольства это случайно получилось, вчера я вину, у меня нет этой телевицы. Но все равно сама ярмарка, ну она как-то не такая, какая должна быть, понимаете? Нет того антуража. А делать надо сейчас, потому что сейчас нет торгующих. Ну возьмите в воскресенье. Один кафе написал, другой еще что-то. Вот в третьем вместо клумбы там кусок грязи лежит, как с машин сыпется вот так после того. И все это выметается на проезжую часть, там рядом с проезжей частью. Так не должно быть. Организация технических зон в акватории Черного моря – особая проблемная тема. В зоне купания и отдыха людей прокат гидроциклов и других маломерных судов неприемлем. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова рассказала об итогах Дня здоровья и заострила внимание на изменениях федерального закона о полиции. С 13 по 16 ноября в городе Раменской Московской области состоялись соревнования на Кубок России по дюдо в рамках соревнований для слабовидящих спортсменов. Организаторами выступили Министерство спорта России и Центр спортивной подготовки сборных команд России. В соревнованиях участвовали спортсмены-инвалиды по зрению первой и второй групп не моложе 18 лет. Город-курорт Анапы представил воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер один Юрий Далакян. По итогам соревнований в весовой категории 73 килограмма Юрий одержал уверенную победу и занял первое место. Об этом доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Азово-Черноморская хамса – популярный сегодня товар на рынках курорта. Вот только торгуют деликатесом часто из-под полы. О качестве рыбы можно только догадываться. Специалисты управления муниципального контроля и торговли потребительского рынка провели мониторинг улиц курорта. Выявили незаконные торговые точки по продаже рыбы. Первая остановка возле магазинов по улице Крымской, 182. На территории общего пользования установлены две незаконные торговые точки. Реализатор рыбы не предъявила ни одного документа на товар. А продавец раков при виде сотрудников администрации поспешил свернуть рабочее место. Торговали фруктами здесь же и тоже не соблюдая правила. Товар разложили на тротуаре. Нарушения устранены, а работа незаконных торговых точек прекращена. Та же участь ждала предприимчивого продавца хамсы на улице Ленина возле магазина продукты. Хамса очень вкусная, малосольная. Только о том, что нет ни одного документа на товар, продавец умолчала. Неизвестно, откуда эта рыба, как транспортировалась, складировалась и хранилась. И что было с товаром до того, как он попал на прилавок. Такая же незаконная торговая точка на улице Ленина возле сквера, три свечи, бочки с рыбой на тротуаре, на прилавке мухи. Работа незаконных торговых точек прекращена. По каждому нарушению возбуждено административное производство. Подготовлены пакеты документов и направлены для рассмотрения административной комиссии, где определят сумму штрафа. День памяти жертв ДТП отметили в минувшую субботу. Инспекторы Анапской роты ДПС провели профилактическую акцию в поддержку безопасного движения. Особая традиция в этот день включать ближний свет фар в память о погибших и в знак выражения соболезнования их семьям. Хочется обратить внимание водителей, ну автоводителей, любителей или профессионалов, там не важно, чтобы считались с мотоциклами, потому что скоростной режим разные у мотоцикла и автомобиля. Ну и конечно, чтобы пешеходы обращали внимание, потому что не всегда можно мгновенно остановиться, поэтому чтобы были все повнимательнее. В храме умиления Божьей Матери прошла панихида об опокоении погибших в ДТП. Совместно с настоятелем храма и в сопровождении дорожно-патрульной службы колонна байкеров проехала по местам, где происходили дорожно-транспортные происшествия. Страсть к мотоциклам у Игоря появилась еще в детстве. Уже тогда его привлекла двухколесная техника. Скорость и адреналин – одно из составляющих чувств, которые испытывает человек, садясь на мотоцикл. Это мое хобби. Когда-то в детстве один раз попробовал двухколесную технику. Все удалось, получилось. Очень понравилось, захватывающе. Так и я пришел. Много друзей, товарищей, знакомых ездят на двухколесном транспорте. Втянуло, затянуло. Очень нравится. Когда едешь на мотоцикле, отдыхаешь, получаешь адреналин. У каждого свой подход к данному виду транспорта. Каждый получает свое удовольствие. В память о погибших на местах аварий оставили цветы. В школе номер 4 между студентами среднеспециальных и высших учебных заведений прошла первая спортивная часть ежегодного конкурса «Лучший призывник 2014». В конкурсе приняли участие 11 юношей до призывного возраста. Скорость, сила, умение пользоваться автоматом и химическим костюмом понадобятся участникам конкурса «Призывник года». Конкурс относится скорее к студентам, но уже второй год подряд соревнуются школьники и представители военно-патриотических клубов. Мы выбираем самого лучшего призывника учреждения профессионального образования и уже второй раз в этом конкурсе принимают участие школьники. Цель мероприятия – повысить спортивную подготовку ребят и подготовить к службе в вооруженных силах. Маленькие болельщики следили за каждым участником. В спортивных мероприятиях Александр участвует не в первый раз. Считает, такая подготовка пригодится в будущем. Планирует закончить техникум, а в армии – начать военную карьеру. Любит спорт и считает, каждая тренировка дает уверенность и помогает дойти к цели. Я люблю просто очень сильно спорт и занимаюсь многими видами спорта. Какими? Пинбол, бокс, сейчас кикбоксингом. Ну это, если честно, развивает очень хорошо. Это дает тебе какие-то где-то плюсы, стимулы. Ты к чему-то стремишься, у тебя всегда есть цель. Мечта Александра – попасть в ФСБ. Ему нравится защищать людей и бороться с преступностью. Мне нравится защищать людей. Я думаю, это хорошо, хорошая профессия, если ты готов пожертвовать жизнью ради людей. Творческие и интеллектуальные способности парни продемонстрируют во второй части конкурса. 26 ноября в Центре культуры Родина. Мамы разные нужны, мамы разные важны. Накануне Дня матери, который отмечают 30 ноября, наши журналисты знакомятся с разными мамами. Кто-то воспитывает приемных детей, кто-то имеет почетное звание. Главное, все они самые лучшие мамы. Об одной из таких женщин наш следующий сюжет. Маленьким казачатам и классная мама нужна соответствующая мама в погонах. Такая, чтобы настроение поднять и проблемы выслушать, и сцеплину железную привить умело. У педагога с характером Ольги Мельниченко не забалуешь. Зато и классы самые лучшие. В олимпиадах, на смотрах строевой подготовки, на спортивных соревнованиях первые. Ольга Тимофеевна очень хорошая. Мы ее очень любим. Она добрая и милая. Первый казачий класс Ольга Мельниченко набрала 7 лет назад. Очень хотелось возродить дух казачества и привить подрастающему поколению патриотизм, любовь к своей истории и предкам. За активное участие в военно-патриотической работе по воспитанию казачьей молодежи и другие заслуги Ольга награждена почетной грамотой главы курорта. Благодарностью атамана Анапского районного казачьего общества, памятным нагрудным знаком в честь 70-летия освобождения Анапы от фашизма и другими наградами. Но главное – это бескорыстная детская любовь. Наш учитель Ольга Тимофеевна, такого учителя нужно еще поискать. То, что человек идет с нами уже седьмой год, и как мы ему стали родные, как дети, то, что переживает так же, помогает, в трудную минуту поддерживает. Это учитель от Бога, такого в мире таких учителей мало, а нам повезло. Я знаю по глазам уже, я смотрю на ребенка, я знаю, стоит ли сегодня его спрашивать. Ольга Милиниченко не разделяет своих школьных детей и тех, что ждут дома. Своих дочерей воспитывала так же строго, но справедливо. Все только на доверии. Вот строгость моя проявляется в дисциплине, воспитанности и в учении. Во всем остальном мы вот как подруги, хотя моя мама этого не понимает до сих пор, что значит дочери подруги. Я с дочерьми могу говорить обо всем, в прямом и в переносном смысле, обо всем. Так же они обо всем. Младшая Настя по маминому примеру тоже стала педагогом. Единственного внука бабушка обожает. Глаза светятся при одном упоминании. Вот это вообще, это свет в окне, луч света в темном царстве, это все. Когда мне раньше говорили, что внуков любят больше, чем детей, я не верила, потому что я своих детей, дочерей обожаю. Они лучшие дочери в мире. Но когда я вижу внука, для меня все остальные, не то что их нет, вот они как-то чуть меркнут. Ольга Милинченко уверенно держит в руках саблю и скачет верхом. Она всегда подтянутая, никогда не покажет детям слез. Когда мне Настюша прислала смс-ку недели две назад, вот просто так прислала смс-ку. Может быть я не лучшая в мире дочь, но ты лучшая в мире из матерей. Я плакала. Все мамы переживают за своих и за чужих детей. Хотя чужих детей для Ольги Милинченко нет, все родные. И ее неиссякаемой энергии, жизнерадостности и любви непременно хватит на всех. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду 19 ноября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 11-13, ночью до 8 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.